В сообществе «Услышана Самара» соцсети ВКонтакте отреагировали на шумиху о фуршете Фурсово в ресторане «Холидей Ин». «Считаю, что это глупый и плохо просчитанный наброс со множеством нестыковок», пишет автор. «Приведу несколько цифр. По данным официального сайта «Холидея», банкетное меню там обходится в 2800 рублей с человека. Допустим, на вечеринке было 350 человек, в итоге почти миллион. Однако этому кому-то показалось мало, приписали к цифре нолик. Получилось 10 миллионов. Считаем дальше. В 2014 году Фурсов официально заработал 2 миллиона 800 тысяч рублей. Мэром в прошлом году он работал всего 4 месяца, с сентября. До этого был областным министром труда. В 2013 году Фурсов заработал почти 5 миллионов, то есть практически 8 миллионов за два года. Отложить 1 миллион на банкет вполне ему по силам. Критики же повсюду муссируют последние цифры про официальную зарплату мэра – 80 тысяч в месяц. Тоже нестыковка. После таких грубых ошибок слушать остальные доводы про хор Турецкого и Диану Гурцкая совсем не хочется. Верю, что они туда пришли бесплатно. Резонансную тему продолжает в Фейсбуке известный самарский пиарщик Эрнест Старателев. «Дивные у нас люди», – пишет автор. Мужик отметил полтинник, сняв ресторан. Стариков родителей порадовать. За 50 лет на кабак как-то скопил. Приехали друзья поздравить. Но бывают у мужика друзья-артисты. И здесь коррупцию отыщем. Совсем Навального народ объелся. Иронизирует старателев. Блогер Деза рассказал, что в выходные в манеже Самарского аэрокосмического университета состоялся 17-й международный фестиваль интеллектуальных игр «Самариум-2015». Он собрал 58 команд знатоков из Москвы, Московской области, Саранска, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска, Твери, Ульяновска, Уфы, Саратова, Самары, Тольятти и Сызрани. Игры проходили в напряженной и бескомпромиссной борьбе. В турнире «Что, где, когда» по результатам перестрелки команда самарских гимназистов смогла одолеть сборную «Чеширский слон». В финале брейн-ринга сошлись две самарские команды «Мираж» и «Гимназисты». Судьбу игры решил лишь 21-й вопрос, на котором победу одержали гимназисты.